Так, короче, пацан Тре, всем здорова, всем хай. У меня шкаф под санкциями, реально. Самое главное, в чём прикол? В том, что я сейчас стримлю через один сайтик, который я в Телеграм выкладывал, что через него нельзя будет стримить. Но, как вы видите, я стримлю сейчас через него, я думаю, что это вопрос времени, и типа я даже предполагаю, что меня в любой момент сейчас могут отключить. И тогда на сегодня нам придётся, наверное, выбрать одну площадку, на которой я буду флексить. Ну, потом я буду какие-то программы ещё искать, устанавливать, или, возможно, через сервера флексить. Не, не, не на Трова переходить. Я типа, я к тому, что я хочу стримить и туда, и туда, потому что у меня и там, и там есть аудитория, которую я люблю и уважаю, и понимаю то, что они хотят смотреть стримы. Если с точки зрения выгоды сейчас смотреть, куда стримить, да, то я бы выбрал Ютуб, хотя, опять же, ну, типа, на первый взгляд, на первый взгляд, типа, Ютуб всё, типа, нихуя не платят. Кстати, поздравляю, блядь, школьники, вам не надо теперь вот эти отблоки ставить, вам не надо Ютуб премиум покупать, вот, вы, короче, на жёстком флексе. Я объясняю, почему именно с точки зрения выгоды невыгодно сейчас мне стримить на Твич вообще, да? Ну, во-первых, статистику здесь фармить теперь не имеет смысла, потому что рекламодателей, типа, вообще нету практически. Есть, как бы, ещё инфа о том, что Твич, сколько вы бы там сабок не оформили, всем спасибо, но, по-моему, я, блядь, я просто не выведу эти деньги за ваши сабки и за всё такое с Твича. Вот, с Ютуба, опять же, заблокировали рекламу, но сабки всякие не заблокировали, и партнёрка моя мне, я так предполагаю, будет продолжать кидать денег, я очень на это надеюсь, но на Ютубе ещё хоть как-то это работает. Я вижу то, что сейчас все Ютуберы вообще начинают себе бусти заводить, и дело в том, что когда я открываю Донаталерс, да, здесь прям написано, типа, бусти, всё, теперь, короче, можно приватные стримы только для платных подписчиков проводить, и всё такое. И здесь кнопочка бусти, ну, оно прям, вот, намекает тебе, говорит, давай, ты должен уже зарегаться. Ну, типа, сейчас, наверное, многие Ютуберы либо закончат, либо будут просить своих подписчиков зайти на бусти и там флексить, потому что там, ну, очевидно, самая маленькая комиссия. Если вы на Ютубе там или на Твиче оформляете, то там вроде, ну, Твич себе 50% забирает, Ютуб хуй пойми сколько, по-моему, по моим расчётам 35% забирает себе. Ну, короче, сказано сосать, но я чё-то, блядь, по центре опять, я на похуй отреагировал, и слава богу, что я не нервничал реально в очередной раз. По сути, у меня была мысль о том, что, ну, вы вообще шарите, да, за новости, потому что я не буду вот это вот пересказывать, то, что я в Телеграм кидал. Короче, я бы ещё спросил, чё там наречики думают, потому что вот им тяжело будет. Мне не тяжело, у меня как бы, ну, ещё пока пути отхода есть, пути выживания какого-то у меня имеются. У меня ещё пока норм. Я бы вообще бы собрал бы канфу наречиков, которые бы вообще высказались, собираются они дальше делать ролики какие-то, да, там, не собираются они дальше делать ролики. Дело в том, что у меня всегда была такая тема, что, ну, на Ютубе это так работает. Ты снимаешь-снимаешь ролики, да, ты получаешь денег, но ты можешь уйти в отпуск, условно, там, на месяц или на полгода, и я даже уходил там в отпуск на два года вроде. Дело в том, что старые ролики-то собирали просмотры, и за них приходили денег. Сейчас, хоть старые ролики будут собирать просмотры, за них не будет приходить денег. У меня просто это не основное средство получения доходов, я бы так сказал. То есть люди, которые вот сидят, и у них просмотры, как у меня, и больше нету ни стримов, ни серверов, ничего, они охуеют конкретно. Ну, типа, блядь, это минус 70% дохода, если чего, ну, я вас просто чисто предупреждаю, да, то, что панику, ну, можно попаниковать с точки зрения ютубера, который этим живет, да, и зарабатывает этим, и ушел там с основной работы. Для него это не хобби, а конкретная работа, снимать ролики, да. Тут проблемка не супермасштабного характера, потому что деньги все равно будут, но этих денег будет 30% от того, что ты бы мог получать, потому что 70% зрителей, ну, или там 65, да, из России. Все остальные, кто смотрит в других странах, ну, там, типа, Украина, Грузия, Казахстан, вот откуда смотрят, да, Беларусь. Там-то показываться реклама будет, и оттуда можно какие-то, типа, деньги получать, вот, ну, первый месяц, я думаю. Потом, ну, вы понимаете, то, что реклама, которая будет показываться белорусам, она, скорее всего, должна быть заказана в Беларуси, и, ну, бом-бом. Там, скорее всего, я нормально себя, ну, типа, ну, блядь, будет реально, ну, меньше денег, ну, и ладно. Ну, вот жалко мистера Ганаку, потому что я ему-то давал денег с просмотров на Ютубе, мы-то вместе там с ним ролики снимали и все такое. Ну, мистера Ганаку жалко, вот, придется, возможно, ему там как-то из своего кармана давать, потому что, ну, его я бросать не хочу, мы-то с ним все это делаем, там, сервер открывать побыстрее, просто, чтобы, ну, выживать. Теперь по поводу серверов. Я дурак, потому что я только что кое-что понял, только сегодня я понял кое-что. Помните, я вам говорил, что мы платим за наши сервера по, там, over 50 тысяч рублей в месяц за все наши сервера, вот. Есть две проблемы. Меньшая проблема, то, что все эти сервера мы платили в евро. Ну, теперь просто надо так задуматься, да. Это первое. Второе, это то, что надо платить за границу, а если всякие сверты там отключаются и заграничные переводы отключаются, то мы просто не сможем платить за эти сервера. И если мы, допустим, вот сейчас у нас на месяц оплачена машина, мы запустим там сервер на этой машине, а потом нам скажут, а вы все больше не можете оплачивать. Мы ничего не сможем сделать. Вот. Ну, наверное, надо будет придумывать обходные пути, это по-любому они появятся, потому что, ну, типа, всегда найдутся какие-нибудь обходные пути. Вот. Ну, и все нормально. Надо, надо запускать сервера, и чтобы там сидеть, там, и нормально. Но в итоге, дело в том, что сейчас все упирается в бусти, во всякие подписки, типа, ребята, хотите смотреть контент, пожалуйста, спонсируйте его, и все такое. Проблема в том, что скоро у людей, у меня есть предположение, что скоро у людей денег, ну, просто не будет, блядь, чтобы продлевать подписки. У людей будут деньги на поесть. У них не будет такое, типа, о, я школьник, я хочу поддерживать своего любимого автора. Вот. Ну, такого вряд ли. Вот. Но у меня в любом случае по центре мысли о том, что все будет хорошо. Вот. Потому что, как вам сказать, вот у меня когда Соня с жопы волосы отдирала, да, вот. Сначала больно, а потом внезапно, опа, и приятно, и какать хорошо, меньше бумажки тратить на то, что вытирает жопу. Вот, мне кажется, должно быть сначала больно, чтобы, ну, надо оторвать, вот, знаешь, с жопы волосы, чтобы потом было все нормально. Надо быстрее покупать воск. Вот. Потому что пока он стал не супердорогим. В последний раз, в последний раз у меня будет лысая жопа, наверное. Вот. Ну, короче, я предполагаю, что, ну, люди когда-нибудь поймут, что такое источник всех проблем. И больно, но волосы отдираются все-таки. Рано или поздно все приходят к тому, что пробуют оторвать волосы с жопы, и потом понимают то, что какать удобнее, жопа меньше воняет, черкаши, вот эти поребухи не остаются, то есть только лучше становятся, если перетерпеть боль и какие-то унижения, да, вот, какое-то время. Вот. Вот. Поэтому, вот у меня почему-то вот складывается ощущение, что все будет хорошо, что рано или поздно все станет нормально, потому что, ну, многие, те, которые ничего не понимали, они начинают понимать. Мальчик из Авинитов, что, хочешь в Дискорд пойти? Ну, я реально бы хотел собрать именно нарезчиков, узнать у них их мнение, типа, собираются они дальше делать нарезки и рассчитывать на 30% дохода? Не собираются ли они делать нарезки? Потому что это меня конкретно касается в плане того, что, ну, я вообще с этого какой-то трафик получаю, да, а во-вторых, ну, мне за них грустно, потому что, ну, мы как бы с ними в одной лодке, можно сказать, плывем, да, в нарезочной. И вот такая вот тема. Поэтому я сейчас, наверное, организую сходку. Я думал, что меня коснется этого последним. Ну, типа, потому что, ебать, да мы-то бабки, мы ютуберы, там, стримеры, мы бабки получаем в долларов, нам вообще похуй. Теперь, теперь бабки я буду получать только в симуляторе стримера, блядь. Нормально. Но, если что, вы можете на меня понадеяться по центре. Ну, во-первых, я пока еще не, ну, я, у меня хватит денег, чтобы выжить. Это, во-первых, да. Мне не придется никуда идти работать. У меня есть накопление. Я, кстати, еще хотел снять видео про ютуберов-долбоебов, которые, на которых сваливается популярность в молодости. И они идут, и все деньги проебывают. Мы хотели, по-моему, даже с Костиком Смерчем на эту тему подкаст снять. Потому что, ну, вот, за нашу долгую деятельность, да, мы встречались очень много раз с ютуберами, которые просто, о, первые деньги получил, тачку куплю. О, пойду в клубешник. Вся хуйня. Не инвестируют никуда, не копят деньги, просто их проебывают. Ну, потому что просто молодые, и нихуя не выкупают. На них свалились деньги, и они такие, типа, а, ну да, блядь. Вот. Ну, такие даже ютуберы, которые, в принципе, миллионники могут быть. Вот. Или там, ну, типа, несколько сотен тысяч подписчиков, они, ну, конкретно прихуеют реально. Вот. Они поймут, что надо было копить денег, и все такое. И сейчас у них будут плохие времена. Одолжить машину, на машину 500к, заквель сегодня у меня был. И я думаю, что, ну, придется ему одолжить, но страшно. Вот. Но придется ему одолжить. Он сказал, что меньше, чем на месяц он у меня хочет взять денег. Как вы понимаете, я вам много раз говорил, то, что стримы, это в каком-то плане моя зависимость. И, ну, я просто не могу не стримить. Поэтому, ну, пока я не планирую прекращать свою деятельность. Да вы нахуе-то пишите, блядь, плюс я его на речках спросил. Вот. Я не планирую никакую свою там деятельность прекращать и все такое. У меня, как бы, все нормально. Саска, ты сможешь организовать? Ты тут? Так, алло. Сколько тут пришло? Мальчик из Авенитов, мистер Иглобрюх и Саска. Ну, это те, которых я прям люблю. Но еще мне нужны, если брать тех, которых я прям люблю, это, возможно, еще вселенную пятерки. Рофлы пятерки. А, ну вот, там еще Рубин пришел как раз. Алло, да, здравствуйте. Вебки будем делать? Я в Польше уже, все. В смысле? Да, я в Польше. Варшаве, Кирюша. Здрасте. А вы вебки будут или нет? А, так просто? Только у меня, наверное, не будет. Нихуя, блядь, ты. Я в Варшаве. Я нарезки не смогу делать, у меня компьютер остался в Украине. Ничего себе. Ладно, по центре. Ну, шо, есть какие-то мысли по поводу того, что все, денег нету? Не, ну, вообще есть вариант еще с внешней рекламой, что будут какие-то там сервера школьные залетать. Или вот, как у меня сейчас сайт на постоянной основе берет. Ну, вот только так. Ага. Ну, и типа на это можно жить нормально или как? Ну, на самом деле, если часто выпускать ролики, да. Но там у них тоже есть какой-то лимит, типа, в том плане, что они много брать не будут. Ага. А Виняу и Саска, у меня вообще вопрос. Каким образом вы иногда выпускать нарезки умудряетесь? Как у вас вообще с этим обстоят дела? Ну, на самом деле, нарезки делать это несложно. Это пару секунд и дело. Вот, сука, не поли инфу, блядь. Я неделю сижу, это неправда. Ну, просто нет никакого желания, если честно. Это стрим, ну, тут некоторые темы нельзя трогать, но как-то так. Нету желания. А по поводу денег, я уже давно понял, что с нарезок... Короче, мне с каждым разом надо больше денег. И я понял, что нарезки для меня, типа, я хочу больше. Вот и всё. Я делал себе постоянно какую-то запасную хуйню и копил деньги. Поэтому для меня это не проблема, что рекламу забанили. Сашка, брыжка, а у вас как дела с этим обстоят? У меня всё нормально, есть накопление, но это как его, блядь. Блядь, я только вчера, кстати, хотел мем в группу сделать, типа... Там был санкционный список, и типа... Ввели санкции против 16 или 17 самых богатых людей России. И там список, и я хотел в конце добавить, типа, и... Нарезчики пятёрки, блядь. А теперь, ну, с сегодняшнего дня, видимо, ну всё, блядь, нахуй. У меня вообще обидная тема. Я начал делать нарезки снова, начал залетать больше, чем усадских просмотров собирать. И тут началось всё, я уехал в Варшаву, и теперь не могу нарезки. А как тебе удалось съебатор вообще оформить, если... А просто сейчас в Варшаве и в Польше принимают всех украинцев, дают бесплатно еду, бесплатно жильё, бесплатно медицину, всё бесплатно. Ну ничего себе, нормально, повезло. И во всех странах Европы, в Германии и так далее. Повезло. Всё бесплатно. Повезло, повезло. Я просто сел на поезд, мы просто сели на поезд, приехали. Не, Авинит, если я тебя чем-то обидел, повезло успеть съебатор оформить. Я надеюсь, что я вернусь к компьютеру, и я сам еще не делал грецкий, реально ужасно. Так делай с телефона! Так у меня и фон уродил. У меня и фон. А ты с телефона делал год целый. Так у меня был андроид. А, там большая разница? Айфон из меня, ладно. Ну на айфоне фикс делаешь. Ой, у меня самолёт летит. А, нормально. Ладно. Ладно. Так, а вот кто тут ещё? О, Лига, Кубизма, Обрыжка. Ты что-то будешь говорить, или ты так, ананас чисто сидишь? Алё. Я, я сижу как она. А, так а ты не хочешь высказаться, слушай. Тем более, они не только и меня нарезаешь тебе, ты сколько там, 10 тысяч нарезок в день выкладываешь, а теперь, ну типа, имеет ли у тебя это смысл, и будешь ли ты там продолжать всякое такое дело? Ну да. А, типа? Буду с вами укладывать. Не, а я думал, кстати, то что некоторые из вас скажут. Там же, что она будет. Не, там будут чуть типа процентов 30. Где-то это будет. Ну да, 30%. Я скажу одно, нарезки делать надо, потому что если прекратить, то это минус трафик. Ладно, я пошёл, всем пока реально жёстко. Ага, ладно, давай. То есть надо делать, если не делать, то потом трафика не будет. Это правило ютуба такое, типа... Ну да, возможно, да. Красивая борода, Виняо. Спасибо, я её не стрих уже три месяца. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Круто, ай. Ютубу же сейчас вообще невыгодно продвигать русский сектор, если он не имеет вообще с него никакого выгода. Да, вот мне интересно рекомендации вообще, как будут работать, потому что, ну, я сколько раз слышал, что если у тебя не монетизируются твои видео, то они хуже рекомендуются. А если все видео не будут монетизироваться, то как? Ой, видео монетизироваться... Кирилл, ты видел творческую студию? Там нету никаких ограничений, просто... Там нету, типа, что ограничено в какой-то стране. Это, типа, условно. То есть ограничений прям таких сильных нет. В других странах монетизация есть. Если зрители из Украины, стран Европы, США, то есть монетизация есть. Это не отключена, это не жёлтая монета. Это просто такая хуйня. Я не думаю, что на реке это как-то повлияет. Но могут забанить ещё каналы, типа, на территории Украины. Нет, это я вряд ли думаю, что наши каналы забанят на территорию Украины. Новостные же каналы банят. А, ну ладно. Ну ладно, что-то есть. Ну, забанили тех, кто всякую там рекламу делал, вот, из блогеров интересную. А, да, что такое? Вот это я не знал тоже. Да, да, Моргенхуисов. Инстаграмы собрали. Не, подожди, им забанили вроде въезд или что-то вроде того, а не каналы. Въезд это ещё давно. А, да? Да. Ничего себе. Инстаграмы заблокировали на территории Украины. Типа, ну, короче, активность заблокируется, так что как-то так. Не, ну, я не видел что-то новостей, что блокируют людей, которые какие-то адекватные мысли транслируют, так сказать. Ну вот, так что, а? Блядь, не, подождите, я не хочу на эту тему, а то я начинаю. Ну вот, не будем про... Да, так... А, ну, про нарезки мы уже поговорили. Ну, будут нарезки дальше, всё. Блин, я думал то, что реально многие из вас скажут, что, ну, нахуй, нахуй, ну, мне надо там вот это вот всё такое хуйня. Рубин, а ты можешь взять все волосы на одну сторону, перекинуть и показать, какой ты будешь. Уф, блядь, е-ой, блядь, ля, нахуй. Ничего себе. О, вот так можно и сидеть, в принципе, нормальная тема. А сколько ты растил волосы, Рубин? Что ты говоришь? Сколько ты растил волосы? Вот. Вот и это за год, ничего себе. Нихуя себе. Да, нормально. Крутой, крутой, крутой. Так, подожди, Рубин, а у тебя там нету варианта каким-нибудь образом реально добраться до телефона и всё такое? А я, короче, себе куплю за 50 баксов какой-то Android. Ах, ты еле же будешь на нём монтировать вообще. Да нормально, нормально. Прикол. А это, а у тебя нету варианта там типа попросить тебе комп как-то прислать или всё такое? Ну просто неизвестно, насколько долго это всё будет. Может через неделю всё закончится, и я вернусь. Ааа, дай бог. Мы что-то не живём в квартире, мы живём, может, как у волонтёров. А, ну, да там как, выделяют типа, блядь, опять я эти темы не хочу, нет, нет. Я всё, не трогаю. Ну, это без дискорда давайте потом всё. Ой, без этого. И без меня, потому что я себя пытаюсь ограничить. Да, без тебя, конечно, выйдешь, мы потом обсудим. Ладно, а меня, блядь, но это опять эта тема будет. Ладно, я всё с тобой. Ты можешь замучить себя на стриме и спросить, а я как-то отвечу, чтобы бесплатно. Не, ну давай, я просто тебе так скажу, что в некоторых планах я читаю твои комменты про себя, и, ну, мне в каком-то плане приятно становится, да? Вот, когда ты меня там как-то поддерживаешь именно в моих там высказываниях или ещё что-нибудь, вот. Но порой кажется, что ты ёбнулся, по-твоему, телеграмму, блядь. Прям пиздец. Ну, я говорю, туши, думаю, типа, если бы я молчал, ну, короче. Ну, всё, тогда, тогда я ёбнулся, да, я ёбнулся, это правда. Ладно. Блин, а зато такой красивый. Спасибо. Красивый. Ну, тогда шо, тогда всё, бан, блядь. Ну, бан, получается. Блядь, я только, вот сейчас просёк то, что из шести присутствующих там типа наречиков, собака, я не знаю, что делает, вот, типа, половина Ukrainian. Ну, да, получается, мы. Кто русский? Самый популярный Ukrainian. Да, кстати. Да, реально. Вот суки. Ну, ладно, ну, всё, тогда давайте, ребята, пока. Ну, удачи. Блин, прикольно, прикольно то, что типа все не унывают. Я охуел, я реально думал, что, ну, хоть кто-то скажет, ну, может быть, это просто с нами в Дискорд не пошли те, которые хотели бы закончить. Но такое чувство, что все говорят, мы будем там типа продолжать нарезки делать, ничего себе. Продолжение следует...